Называется шо-то пошло не так. Итак, господа, ребятки смотрящие, всем привет. И я не нашел видео, в котором я прошел босса и вот эти вот уровни. Поэтому я сейчас заново их буду проходить. Так, это что, качалка? Это особые уровни. Кстати говоря, можно и посмотреть эти особые уровни, потому что они достаточно прикольные. Всем привет, ребята, и сегодня у нас будет... У нас будет звук. Будет всё, будет счастье, будет... ПВЗ All-Stars. Да, вы давно этого ждали, наверное? Наверное? Так, а где миры? Миры, 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 верните меня обратно. Что это за миры? Миры, 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 миры. Где? Где кто? Куда откуда? Где? Почему? Что? Да-да-да, прекрасно музяка. Прекрасно музяка. Что это за квадраты? Это квадраты, ё-моё, какие-то квадраты. Что, карты? Карты, вообще какие-то карты странные. Так, громко, громко, очень громко, да, очень громкая музыка играет. Так, вишня, что-то за фигня. А, вот, карта! Я настолько идиот, да? Так, вот, мы прошли тут из 33-х, погоди, что? Тут новые уровни, что ли, открылись? А, нет, тут звёздочки надо зарабатывать. Ну, пойдёмте тогда зарабатывать. Так, тут кристаллики. И вот тут финальный босс, которого я прошёл, и сейчас я вам покажу. Дело в том, что тут у нас у растений есть уровень, и растений можно качать. Так вот, посмотрите, у моих растений уже девятый, двенадцатый, а то и восьмой уровни. То есть, это достаточно круто. Тан-тан-тан-тан, знать бы ещё, да, разумеется, музыка громче. Вот, так в самый раз, надеюсь. Надеюсь, вам слышно и музыку, и у меня. А если что-то одно, то тогда хреново. Итак, мы снова сражаемся против зомби голыми руками. Точнее, голыми лепестками, ну, в общем, раз на раз. Это игра, как пошаговая стратегия, но только ПВЗ. ПВЗ это Тауэр Дефенс, то есть, получается, скрестили всё, что можно было скрестить. Так, тут у нас нужна поддержка. Тут у нас вот этот вот наглый зомби подходит. Я получил, кстати говоря, ещё колючку. Не скажу как, потому что я не помню. А тот выпуск я потерял. Да. Я не смог найти его, и теперь придётся мне записывать то, что, собственно говоря, я имею. Точнее, не имею ничего. Так, лечим всех. Потому что это нужно, это классно, это замечательно. А тут у нас толпа бегунов бежит. А ещё тут у нас надо заморозить одного ведёрщика и подлечить всех растений. Вот, отлично. Вот это вот оранжевая шкала. Я, короче, разобрался в игре, и теперь почти всё в этом понимаю. Если можно понимать, конечно, в игре на китайском. Ну, в общем, теперь я понимаю, что оранжевая шкала, это сколько им осталось ударов зомби до своей суперсилы. А зелёная шкала, это их жизни. Так. Стенорех. У Стенореха есть такая замечательная способность давать щит на время. Так. Вот тут нужна поддержка горохострела, потому что мы, собственно говоря, и победили. И тут выходит он. Босс. И катит на наш шину. Даже не бочку, а шину. Настолько он борзый. У них щит. Идёт. Оооо. Он сквозь щит их повредил. Так. Магнит. Ну-ка, спасай. Вот эта вот штука, она не усиляет магниты, оказывается. Она даёт ему защиту и ослабляет зомби. Так. Надо бы... Блин, не туда суперсила пошла. Обидно. Вот теперь всё зависит от рандома. Это я вам точно говорю. Всё зависит реально от счастливого случая. И повезёт ли нам. Так. Чувствую, Босс сейчас пытается... Попытается контр-атаковать. Да-да-да-да-да. Я знаю. Я уже в этой игре профи. Я понимаю, когда уже реально зомби может контр-атаковать. Ну, точнее, супер-атаковать. Опа. Отлично. Получили вещички. Эти вещички из прошлой серии. Вы помните, они используются для улучшения растений на постоянной основе. Это не уровни. Это именно их экипировка. Насколько сильными они могут стать. В общем-то, мы и прошли. Заработали. Неплохо. Так. Для растений. Меня не туда перекинуло. Так. Тут у нас китайская стена открылась. Ещё обычные уровни. Вот это вот я, кстати говоря, не понимаю, почему обычные уровни недоступны. Так. Ладно. Давайте попытаемся здесь попроходить. Тринадцатый уровень, допустим. Вот. Вторая звезда. Попытаемся заработать вторую звезду. Вот этих вот растений я тоже знаю, как зарабатывать. Это здесь не проблема. Это, к сожалению, не как в китайской части. Пазлы. Десять пазлов и собрал растения. Абсолютно любое растение. Не важно, донатное. Какое угодно ты можешь растение взять себе за десять пазлов. Ну, в общем, тут механика слегка другая. Но всё равно так. Так-так-так-так-так-так-так. Колючки! Колючки! Вперёд! Блин, колючки усилились. Это отстойная суперсила колючек. Я забыл просто, как они работают. Вернее, даже не знал, какая их сила. Тут у каждого растения есть свой уникальный суперудар. Тут даже подсолнух, как вы видите, стреляет. Тут ни один, ни одно растение не обделено силой. Тут все защищают. Тут сражаются абсолютно все. Так. Нам бы сейчас подлечиться. Давай! Самое время. Вот прям не прибавить, не убавить. Именно то, что нужно. Так. Вот этот зомби повысил себе защиту. Так что пробить его не составит особого труда для нашего грибочка. Потому что маленький грибочек, спорогриб, тут просто бешеный. Он реально имба в этой игре. В этой игре его сделали реально мощным. Так. Теперь усиляем нашу защиту. Магнитогриб тут на подобии Стенореха работает. И защищает растений. Ну и себя в том числе. Отлично. Я не совсем понимаю, какая... Во! Уже на две звезды прошли. А где на две звезды? А какой... Во! Тринадцатый уровень мы проходили. А на три звезды нам дадут еще больше. Давайте попытаемся пройти, но это очень сложно. Так. На этот раз пошли абсолютно такие же зомби, но чуть крепче. В прошлой... В прошлом... В общем, в прошлый раз, по-моему, вышел этот же зомби, зелененький. Но без конуса. Аааа... Теперь они сильнее. И сейчас нашего магнитогриба просто уничтожат. Я не хочу этого, потому что иначе мы потеряем звезду. Так, магнитогриб, держись. Держись на последнем издыхании. Держись, пожалуйста. Ааа... Понятно. Ну, сейчас посмотрим, кстати говоря, как это работает. Потому что мне интересно. Мы потеряли звезду? Мы не прошли уровень, считается, на три звезды? Или же все-таки есть какой-то шанс, что мы получим эту третью звезду? Нашу желанную. А желанную почему? Потому что дают больше наград. Вот и все. Тут ради наград я готов на все, что угодно. Так. Отлично. У нас есть суперсила для кого угодно. Мы сразу же ее применяем. Как только появляется зомби-футболист. Потому что именно он и нанесет критический урон нашему грохострелу, который не попадет под щит стенореха. Это как работает? Я не понимаю, как это работает. Ну, ладно. Усиляем колючку. Так. Зомби становятся в защитную позицию. Тем временем на поле происходит просто полнейший балаган. Ни одно из растений не выживает. Капец. Это очень сложно. Я вам говорил. Это нереально сложно. Да зачем ты на этот раз в защиту стал? Ты же уже сожрал мои мозги. Все. Аааа. Ладно. Это нереально сложно. Так. Пойдемте, наверное, в магазинчик. Посмотрим, что мы можем купить. У нас 44 тысячи. Мы можем приобрести... Ничего, собственно говоря. За 50 тысяч... Мы сможем приобрести два пазлика для... Кошка-мыша. Да. Как я и говорил, тут не совсем так, как в китайской версии, но... В китайской версии, в смысле, пазлы. Так. Это что? Это... Я не понимаю, что это. Блин, достали уже на самом деле этими китайскими играми. Ничего не понятно, но очень интересно. Что за карточки? За 10 тысяч могу что-то взять. Ну-ка, давайте что-то возьмем. Ой, какой отстой! Лучше б я этого не делал. Так. У нас в саду ничего нет. Тут также я рассказал про особые уровни. Точнее, не успел рассказать. Но упомянул то, что они тут есть. Блин, теперь в каждом уровне будет такая расстановка растений. В общем, тут на нас нападают ромашки. И ромашки, когда мы по ним стреляем, роняют монетки. Это здесь очень неудобно собирать монетки, когда ромашки подходят все ближе и ближе. Потому что у меня грохострел смещается. Также ромашки, вот, как вы видите, могут комбинироваться и становиться более сильными. И когда ромашки более сильные, они наносят больше урона. И блинский, мне не нравится этот уровень, потому что он прям сложный. Его сложно пройти. Я его не с первого раза прохожу обычно. Обычно. Ну как, один раз я только прошел его. И то не с первого раза. Ну, в общем, сейчас увидите, что тут такого сложного. Так. Отлично, отлично, отлично. Монетки собираем, собираем, собираем. Тут очень много монет. Можно собрать. Так. Теперь собираем абсолютно всё. И абсолютно все силы прикладываем к тому, чтобы ослабить противников и, разумеется, ударить их. Да посильнее. Вперёд, растения. Шик, шик, шик. Я буду стараться. Витко, шик, шик, шик. Но почему мы должны бить ромашек? Шик, шик, шик. Так, это всё потому, колючки, потому что ромашки дают нам монетки. Это такой бонусный уровень для нас. Вот, отлично, кстати говоря. Мы неплохо справляемся с бонусным уровнем. И да, у ромашек тоже есть суперудар. И он очень болючий. Так, 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 так. Горохострел вперёд, расстрел ромашки. Как это странно звучит. Так. 5 из 30. 5 из 30 показывают нам этапы. Сколько ещё осталось продержаться? Так. Вперёд. Спарогрибочек. Кончай с этим боссом. Тот спарогрибочек, на самом деле, очень сильный. Потому что он бьёт всех противников на клетке сразу. Отлично. И 8 из 30. А, нет, это неверно. Так. Тут также через... А, через 9 минут будет доступно. А я подумал, 23 часа. Тут также есть у нас вот такие вот уровни. Где на нас идут уже солнечные грибочки. И солнечные грибочки дают нам солнышки. Дайте отждышаться. Я столько видео обычно не говорю. Ну, тут я говорю, потому что мне эта игра нравится и изображивает своим бесконечным контентом. Который вот прям бесконечный. Я вот не перестаю удивляться, насколько контент, созданный для китайцев, или может самими китайцами, уникален. И да, эти солнечные грибочки тоже могут лечить. Солнечные растения здесь это вообще лечители. По ходу дела в этой игре. Так. Мы можем собирать солнышки во время темноты вот этой вот суперудара. Так. Теперь, ой-ёй-ёй. А, блин, хватит лечиться. Больше всего в играх не люблю, когда противник лечится. А мы тоже можем лечиться. И вот так вот мы тоже можем. Так. Блин, неудобно. Вот вы видите, я собираю вот эти вот солнышки, кликая по ним, а не просто проводя мышкой. Я кликаю по ним, и мой грохозрельщик перемещается. А-а-а, всё, поле уже. А-а-а, кстати говоря, тут можно ещё, нажимая на растения, вызывать их суперсилу. Вот, например, я на стенорях нажал, и теперь я вызвал его суперспособность. Так. Ещё увеличиваем защиту. Защиту на защиту. Даёт суперзащиту. Так. И теперь у нас остался лишь этот маленький грибочек, но, по-моему, это не последняя волна. Блин, поражение! Да, тут это очень странно работает. Видимо, этот уровень на какое-то время даётся. Тут это очень странно и непонятно работает. Таким образом, если к тебе подошло растение, и уничтожило хотя бы одно из твоих, то всё, ты проиграл. И уровень тебе не даст больше шанса. Ну, на самом деле, я не понимаю, как это работает, но я зарабатываю солнышки даже от проигрыша. И солнышки, и монетки. Я это проверял специально. Когда захотел заработать монеток, тут на помощь пришли эти бонусные уровни. Как раз это и был мой первый рост, когда я их опробовал. Ах, хватит лечиться, господи. Перестаньте, противники. Так, тут у нас босс, его нужно бить. Хотя, на самом деле, я не понимаю, кто крепче. Обычные вот эти вот пешки, которые нереально мощные. Или босс. Ещё босса прикрывают пешки. Видите, как скотски сделано. На тебе, обстрел. Обстрел грибов. Так. Отлично. Я же говорил, спорогрибочек, моё любимое растение в этой игре. Да не только в этой. Дешёвое и очень сильное растение, этот спорогрибочек. Он очень помогал всегда, во всех частях. Блин, мы сейчас опять проиграем. Так, усиление. Я не понимаю, что это усиление даёт, но, в общем, по ходу дела, мы опять проиграем. Блинский! Вот! Вот что этот счётчик значит. Видите, этот счётчик мигать начал. 24! Это, короче, шансы моего проигрыша. Давай, 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 давай! Перемещайся, грохострел, перемещайся! Сейчас... Фух! Да, это поражение! Хоть противник и проиграл, но это поражение! Я понял! Аааа... Ааааа... Это поражение! Прикиньте! Это от счёда поражения! Сколько секунд не понадобится? То есть, когда этот счёку... В общем, счётчик достигает 30, то это значит моё полное поражение. Это просто трындец, это зверство. Я не могу играть в эту игру. Ладно, надеюсь, вам понравился такой выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И всем пока! В следующем выпуске обязательно перепройдём вот эти вот уровни на две звезды. Потому что это очень интересно и очень сложно и очень круто. Тут сложность, она не такая, что прям, ааа, невозможно пройти. А тут сложность, в смысле, тут очень всё интересно. И растений нужно прокачивать реально, чтобы проходить эти уровни. В общем, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok